Магнитогорский прошел городской этап традиционных соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В этом году в него впервые включили старты на гироскутерах, скейтбордах и сегвеях. Продолжит Юлия Никифорова. Городской этап конкурса «Безопасное колесо» в этом году собрал более ста школьников из 20 образовательных учреждений. Готовясь к конкурсу, ребята основательно проштудировали правила дорожного движения как в теории, так и в практике. Профилактика детского дорожного травматизма – главная глобальная задача «Безопасного колеса». Повод для беспокойства есть. В Магнитогорске отмечается рост количества дорожных происшествий с участием детей. Если сравнивать по итогам четырех месяцев, то у нас, конечно, произошел рост детского дорожно-транспортного травматизма. В текущем году на дорогах нашего города зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых 11 детей получили телесные повреждения. Трое детей получили ранения из-за нарушения правил дорожного движения. Начиная с этого года, организаторы «Безопасного колеса», помимо привычных велосипедов, внесли в регламент соревнований выступления детей на гироскутерах, скейтбордах, лонгбордах, сегвеях. Идея оправдана. Подростки катаются везде, становясь участниками дорожного движения. Отдельных велосипедных дорожек в нашем городе нет. При этом на том же гироскутере легко можно разогнаться до 15 км в час. Ну, это гироскутер. Там, в принципе, ничего сложного. Просто управление ногами идет на вот этой панели, датчики. На дороге на нем не поездишь, потому что он не разбирает такую скорость, и это опасно. Ездить на нем на пешеходных дорожках, можно на кварталах, возле домов. По дорогам не ездить. Ну, вообще, я катаюсь на школьном дворе. Там очень удобная, большая площадка, стадион. Вообще, более всего, удобнее в скейтпарке. Традиционно, безопасное колесо закончилось церемонией награждения. Организаторы подготовили подарки для всех команд, а также победителей в личных первенствах. Двоим участникам, показавшим лучшие результаты, подарили велосипеды. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВ.